всем привет дорогие друзья сегодня у нас снова бекер плюс у меня на канале и сегодня это bad guy нож сразу меня подкупил своей ублюдочностью здесь вот я спорить не буду прям сразу так и скажу и это такой страшенны непонятный нож который скорее всего подойдет только таким вот переетым ножами как допустим я мне очень понравилось вот это вот оформление с вот этой вот черепухой что это можно все получить сразу из коробки и вот такой страшный клинок который мне напоминает один из ножей волчьего века который называется как-то хабдж по моему как-то так но могу перепутать с названием а собственно с контентом и ножами на обзор по-прежнему помогают парни из best blades за что им большое спасибо ссылочки на сам нож из видео и подборку бекер оставлю в описании к видео закрепленном комментарии плюс напоминаю что вы всегда можете воспользоваться скидкой для зрителей моего канала от best blades просто зайдя ко мне в какие-нибудь соц сети в контакте лего или даже инстаграм через vpn и везде есть закрепленный код который вы вводите он будет периодически меняться вы его водите получаете свою скидку опять же не забывайте ставить галочку чтобы вам положили к вашему заказу вот такой вот бесплатный викторинексовский нож дизайнером данного ножа является французский найфмейкер франк сувилье я к сожалению не знаком с его другими ножами для меня этот нож по-прежнему попахивает этим гуди ван попелем до который голландский найфмейкер собственно давайте мы лучше с вами поговорим о его характеристиках если я говорил что бекер джайф это стопроцентная кузовщина то здесь я скажу что это 200 процентов вкусовщина что это огромные страшные слив джойнт за достаточно нормальные такие бабосы 155 грамм веса это g10 вот такая здоровенная пружина она же бэкспейсер стальная тут же 10 черная через красные проставки выглядит все вот так вот это вот вставочка из нержавейки она сразу это не я ничего тут не доделывал не приделывал длина рукой эти 119 миллиметров 17 самом толстом месте и здесь стоит сказать про еще один параметр это в самом узком месте это 30 миллиметров а в самом широком аж 39 это очень широкий нож присутствует темлячное отверстие но абсолютно нет никакой клипсы поэтому носить это в кармане или в сумке решать вам но на кармане к сожалению вам не покажу как он сидит потому что он для этого не предназначен slip joint причем slip joint без промежуточного положения да вот он свободно двигается ничего здесь не закусывает только вот здесь вот знаете в самом маленьком месте вот так вот уже все уже ничего нигде не закусывает вот такой здоровенный клин сильно опущенный вниз широченный с просто огроменным тут на 90 градусов схождения режущей кромки и острия это такой clip point очень красивый продольный сатин супер 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 марки при этом 89 миллиметров длины клинка из них 87 полезных сталь d2 заявленная твердость 59 60 единиц в обухе аж 3 7 миллиметра и посмотрите как хорошо реализован здесь стык аккуратненько красивенько в отношении сведения тут тоже могу сказать что все хорошо 0.4 и в самом широком месте это 35 миллиметров ширины клинка а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Знаете, это на самом деле все некомфортно. Посмотрите, здесь тоже достаточно острый угол. И вот вообще внутри не снята фаска, да? Что? Если вот так даже палец вжать, вот остаются прямо такие следы. Поэтому, к сожалению, парень, строгать не про тебя. Но с продуктами справился просто на отлично. Безусловно, хотелось бы иметь на таком ноже какую-нибудь еще стилизованную клипсу с черепком. Потому что просто так носить такой широченный нож в кармане не вариант. Только если в кармане, может быть, парки или куртки, или вообще в сумке. Тем не менее, мне очень сильно захотелось посмотреть, как же он устроен внутри. Поскольку, если заглянуть вот так снаружи, то мы видим, что там есть некие подиумы, как это сделано у Хогов, только они из G10. Внутри такая вот фрезеровочка, что все везде хорошо подогнано. Вот эта вот пластилиновая фурнитура Бекера дала себе знать. Просто слизывается на раз, и я не смог раскрутить этот нож. Просто не смог. Я его уже и варил, и шпарил, и бил. Ничего не помогает. Обратите внимание на винт. За счет того, что вот это все, эта пружина, которая достаточно серьезно давит на клинок, то вот этот вот осевой, он тоже находится под постоянным давлением. Посмотрите, что с одной стороны есть щель, а с другой ее нету. Это говорит именно о том, что осевой вместе с винтами немного деформируется. Поэтому здесь даже дело не в фиксаторе, а дело именно скорее в том, что винт чуть перекошен и его закусывает. Раскрутить его будет возможно только если сделать пропил, потом его как-то оформить. Ну и, собственно, шлицевой. С другой стороны, наверное, этого делать вообще в принципе и не надо. Так вот, нужны же нам с вами выводы, правда? Нож исключительно нишевый для тех, кому нравятся вот такие необычные штуки, которые в принципе не собирался особо таскать его на кармане, потому что это делать не совсем удобно, и он весит не совсем мало для ножа такого габарита, вообще без каких-либо стальных лайнеров, сделанных просто на G10. Это скорее такой арт-объект, которым, ну, можно там вот достать, заказать на заказ какой-нибудь чехольчик, достать и где-нибудь на природе порезать, как бы, колбаски, да? Серьезно говорить о том, что это какой-то там EDC-нож, к сожалению, нам не приходится. Но и такие ножи бывают, и ведь есть ножи, действительно, которыми вот они офигенно выглядят, но им ничего не будешь делать. Это, на мой взгляд, я не настаиваю на этом, это именно такой вариант, который безумно прикольно выглядит. Опять же, если вам нравятся дизайны этого Гуди Ван Поппеля, типа там Джетана от Лайн Стилла и вот такого плана, да, еще, по-моему, что-то у Винаифа было, то это вот прям ваш вариант. Если же нет, то поищите себе EDC-шечку получше. На этом, наверное, и все. Безблэйс, большое спасибо за предоставленный экземпляр, все ссылочки в описании. Всем спасибо, пока!